Среда обитания – то, от чего напрямую зависят наше здоровье, экономическое процветание и качество жизни. Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня более чем в сотне стран мира. И Россия не исключение. Эта дата объединяет всех, кому небезразлично, будущее нашей планеты. В России сегодня также отмечается День эколога. Во всем мире 72-го в России с 2007-го, 5 июня, отмечается День эколога. Сам факт появления этой даты подчеркивает особое внимание со стороны государства к решению экологических проблем и показывает значимость той работы, которая ежедневно ведется экологами, учеными и активистами. В нашей республике в первую очередь остро стоит проблема сброса сточных вод, утилизации захоронений, бытовых отходов, которые планируется разрешить в рамках национального проекта «Экология», который был утвержден в майских указах президента России Владимира Путина. Это национальный проект формирования новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Национальный проект оздоровления Волги, в рамках которого большие средства федерального бюджета зайдут в республику. И мы планируем реконструировать и модернизировать 22 очистных сооружения на территории нашей республики. Природу, конечно, нужно ценить, любить и, прежде всего, относиться к ней с уважением. Природа – это не то, что создал человек. Природа – это то, что всегда было и происходит само по себе. Человек пришел в эту природу, скажем так. В качестве просьбы и пожелания я традиционно прошу всех перед тем, как пластиковую бутылку в ведро выбросить, просто открутите с нее крышку, и тем самым мы на 20% объем отходов уменьшим. В настоящее время на территории республики находятся 18 полигонов твердых коммунальных отходов, два мусороперегрузочных и четыре мусоросортировочных станций. Противовес развитию экономики – отстоять природу – главная задача экологов настоящих и будущих в лице детей. Так, с прошлого года в республике проводится конкурс экологических агитбригад. В этом году в нем приняли участие практически все районы республики – более 20 ребят. Он проводился в рамках Дни защиты от экологической опасности и также в рамках Всероссийского проекта «Эколята-дешколята – молодые защитники природы». С 2018 года в Министерство учредило свой кубок для ребят, чтобы это было для них большей мотивацией. И в этом году он будет выручаться второй раз. Для того, чтобы заработать кубок, наши ребята целый год работали. То есть это, можно сказать, не разовая вот такая вот акция, которая там длится месяц. Это ребята в течение года проводили какие-то мероприятия, ребята в течение года агитировали в защиту природы, проводили природоохранные акции. Лучшими защитниками природы в этом году стали участники из Волжского эколого-биологического центра. За добросовестный труд и личный вклад в сбережение, восстановление, рациональное использование природных ресурсов, почетными грамотами и нагрудным знаком наградили и лучших сотрудников. Помните, наша земля – наше будущее. Банально убирайте за собой мусор, и так сохраним природу родного края. Зелёненькое небо, зелёненькое море, зелёненькая травка, зелёненький верблюк. Зелёненькие птички с зелёненьким зверятом, зелёненькие песни зелёненько поют. Зелёненькое море, 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 зелёненькое